Итоги работы правоохранительных органов за последние шесть месяцев представило руководство Департамента полиции в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций. В ведомстве рассказали о снижении роста преступности в проводимых профилактических мероприятиях, а также новшествах, взятых на вооружение правоохранительных органов. Отчеты защитников правопорядка заслушал наш корреспондент. Согласно поручению министра внутренних дел Казахстана, 2021 год объявлен годом профилактики правонарушений и обеспечения шаговой доступности. В этой связи работа Департамента полиции при Иртышье нацелена на стабилизацию криминогенной обстановки в области. С начала текущего года проведена работа по нескольким направлениям, и сотрудники органов уже отмечают положительную динамику. В результате проводимой работы по итогам шести месяцев у нас снижена преступность на 2,3%, в том числе убийство на 8,3%, краж на 21,3%, в разрезе структуры краж, снижена кража сотовых телефонов, кража скота, квартирные кражи, грабежи и снижение на 25%, хулиганс на 53,8%. Состояние опьянения преступность у нас снижена на 9,2%, а также несовершеннолетними на 56,5%. Для обеспечения принципа шаговой доступности в социальных сетях созданы аккаунты начальников органов полиции и участковых инспекторов, на которых регулярно размещается информация о проделанной работе. В мессенджерах созданы общедомовые чаты, группы КСК, гаражных кооперативов и дачных садоводств, в которых в обязательном порядке присутствует участковый инспектор полиции, готовый оперативно реагировать на поступающие обращения. Полицейские отметили большую помощь со стороны волонтерских организаций, члены которых задействованы в поисковых мероприятиях, а также профилактических рейдах. Несмотря на регулярную поступающую за последнее время информацию о дорожно-транспортных происшествиях в регионе, сотрудники правоохранительных органов фиксируют снижение показателей ДТП. Сниженное количество дорожно-транспортных происшествий на 4,7%, в том числе погибших на 7,1%, а также пострадавших у них на 5,9 человек. Но основными причинами, как я ранее уже говорил, это низкая дисциплина водителей. Об этом и говорит, что именно водители между автомашинами у нас идут на сегодняшний день дорожно-транспортные происшествия. На сегодняшний день сотрудниками полиции проведено свыше 580 обследований автомобильных дорог, в ходе которых было выявлено 1718 дефектов. 97 должностных и юридических лиц привлечены к ответственности на общую сумму более 2 миллионов тенге. В социальных сетях с недавнего времени публикуются посты, где пользователи сети замечали в транспортном потоке автомобиль без опознавательных знаков, который записывал правонарушение с помощью установленных камер. Автолюбители усомнились в законности подобного рода видеофиксации, однако ситуацию прокомментировали в департаменте. Полицейский утверждает, что деятельность таких автомобилей регламентирована приказом МВД от 2016 года. И ведомство готово рассматривать все факты правонарушений, вне зависимости от того, кем и как оно будет зафиксировано. Любой автовладелец, он в принципе, если видит патрульную машину, он никогда не нарушит. Он будет дисциплинированно двигаться. Любой автовладелец должен знать, что в потоке автомашины двигается автомашина скрытого наблюдения, которая фиксирует их нарушение. Одним из актуальных видов правонарушения на сегодняшний день остается интернет-мошенничество. Эти факты местная полиция также не обошла стороной. В апреле текущего года при департаменте был создан отдел по борьбе с киберпреступностью. В ходе проведения разыскных мероприятий было задержано 95 мошенников и пресечена деятельность трех преступных групп, совершивших в общем счете более 400 правонарушений. Большая работа полицейскими была проведена по закрытию так называемых висеков. Так, сотрудниками было успешно раскрыто 485 преступлений прошлых лет. Одно из них датируется 2004 годом и связано с убийством женщины в Железенском районе. Руководство департамента считает, что раскрытие дел стало возможным благодаря внедрению современных технологий в области криминалистики. В 2004-м такие экспертизы, например, может быть не применялись, которые уже применялись в 2019-м, 2020-м, 2021-м году. В принципе, на раскрытие преступлений уже в 2020 году мы начали уже конкретно подходить. Я связываю это с экспертизами. Несмотря на высокие показатели раскрываемости и снижение уровня криминала, полицейским предстоит еще много работы. Благодаря современным технологиям их работа будет открыта и прозрачно. И каждый гражданин сможет обратиться за помощью. К слову, в регионе уже запущено мобильное приложение 102. В планах у полиции установка кнопок экстренного вызова в общественных местах, парках и торговых центрах. Александр Логвин, Иртис Акпарат.